Это никому неизвестный Айдер Емельевич Морган. Что я о нем знаю? Сегодня он неожиданно для всех представляет команду Эстонии Нордбург. Перед этим навел большой ажиотаж, анонсируя восстановление клуба Ри Бель. Но почему-то команду не выставила от нее. Вот этот вопрос всех интересует. Почему команда Ри Бель? Все очень просто. По новому регламенту в России произошло разделение клубов на лиги. В частности, по какому-то чудесному счету я попал в высшую лигу. До этого времени я не могу драться в командах первой лиги. К сожалению, мой клуб на данный момент еще не может представлять собой команду высшей лиги. Ну, по объективным причинам. По этой причине я вынужден год, то бишь один сезон, в настоящей битве нации сражаться в командах более низшего состава. Но, внимание, меня не пускают на соревнования первой лиги. В высшую лигу я идти не могу. То есть, ты не можешь драться за свою лигу? Динамо – единственное место, где я могу драться. То есть, мне надо выбрать команду, которая, ну, как минимум, не выйдет в финал. Плюс, к всему прочему, команда «Зверобойс» разделилась сейчас на «Боярд» и на «Громобой». Я для себя счастлива, что я не хочу драться ни с теми, ни с другими. Не потому что, как бы, ну, просто будет более правильно. Хитрый тазарский нейтралитет. Посмотрите, кто из них победит, и тогда более сильно мы присоединюсь. В общем, все просто. То есть, ты не можешь драться со своим клубом, получается? По новым правилам, к сожалению, так. Если берешь команду, тебе придется просто ее курировать как выступать. Да, да, да. Ну, а со следующего сезона я планирую начать новую концертную деятельность. Выступая с хитами «Топором по затылку», «Фэйшоном». А, ладно, это не будем. В общем, короче, будет очень интересно. А по поводу клуба «Ревель», кстати. Клуб «Ревель» был основан в 2008 году или 2007 даже. Это один старейший клуб в России. Просто так получилось, что часть бойцов ушла в клуб «Берн», а те, которые остались, у них уже не было времени этим заниматься. И так получилось, что я этих ребят очень хорошо знаю. И было принято решение, что я буду перекурировать это объединение. Поскольку из полка я ушел, ну, что-то было логично все. А кто придумал этот шикарный логотип? Это Юра Солнцев, как бы это мой хороший товарищ, он художник. Практически все рисунки, которые у меня есть на щитах, на ладниках, и очень много разного там лого и прочего-прочего, это рисует именно он. Я тебе рекомендую обращайтесь. Да. Не пожалеете. Юра сейчас в Тевстонском ордене. Давай тогда спросим, почему ты сегодня выступаешь именно за Аистов? Ну, я долго думал, за кого выступать. Вывесил объявление, мне написал несколько команд. Приличное количество команд. И украинские, и российские, иностранные. Но Коля Быков мне очень давно симпатизирует как человек. Как бы он откровенный, честный, приятный. И, в общем-то, я подумал-подумал, решил, что, наверное, я буду участвовать в команде. Из всех откровенных, честных и приятных ты выбрал именно Коля Быков? Да, у меня, кстати, была вариант еще команды Твердой Дубы и еще одна команда из России. Совместная, правда, с украинцами. Хорошо. Ты восстанавливаешься после травм. Скажи, пожалуйста, насколько ты сейчас в форме? Что ты от себя вообще ожидаешь? Ничего себе не ожидаю. Да, у меня была травма. Я только недавно научился приседать нормально. Но так, ну, без санатизма все будет. То есть без геройства излишнего. Это просто такой разминочек. Смотришь, что и как. Понятно. А кто у тебя... Ты говорил про новый гастрольный тур. Кто у тебя в оркестре? Кто на бэк-вокале? Там новые неизвестные люди. Но я думаю, они блеснут еще. Хорошо, но ты будешь как? Менеджментом у вас кто занимается? Вот твой бренд это Солнцев. Я занимаюсь и менеджментом, и тренировками, и прочим, 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 прочим. А не будет ли такого, что вот на ресталище выйдет Морган, расставит еще четыре стойки с доспехами, и всех отметилит сам один? Нет, такого не бывает. Побеждает всегда команда в любом случае. Ни один человек никогда ни в чем не победит. Это командный вид спорта, убеждает только команда. И ты в свою команду насколько веришь? Вот шансы сейчас не то, чтобы выйти из-под группы, да? Ты говорил, что вы не будете чем-то заниматься с фанатизмом. Ваши шансы, в принципе, с каждой командой как оцениваешь? У нас группа с претендантом один. Остальные команды я тоже знаю. Ну, это будет нелегкий бой. То есть все шансы есть выйти из-под группы, но с второго места или с третьего. Но я не могу сейчас ничего загадывать. Покажу только в самом мероприятии. А группа поддержки? Я вот знаю, что у Моргана группа поддержки это всегда ползала. Не уверен. Я такой замечательный человек, как Россия. Я гласный парень, и меня никто не любит. Ну что ж, ладно. Да, вот удачи. Все будет хорошо. Спасибо.